И вдруг появляется вопрос Он сказал, я себя сюда погружаю А если Бог со мной не говорит Вопрос Тогда я как бездомный ребенок Какое приобретение быть? Благочестивым плюс Ну вот это с довольством всегда сложности Вы знаете, сегодня я хочу Вот эту колонку можно убрать отсюда? Я сегодня хочу рассказать вам о жизни человека Я сегодня утром, когда проснулся И уснул А потом опять проснулся, уснул И знаете, вот всегда в этот момент я говорю Господи, дух Вот знаете, что-то происходит с духом человека Он открывается Вот откровение многие приходят в этот самый момент И когда ты вот так проваливаешься Улетаешь куда-то, ты летишь Там все так хорошо и легко А потом просыпаешься, все так трудно И зубы чистить надо Вы знаете, я получил слово Нарисовать вам карту Карту жизни человека Я, знаете, как будто бы со стороны Бог мне показал О жизни человека Вот жизнь человека Я знал, что сегодня буду говорить на важную тему Но Бог мне показал Покажи им просто жизнь человека Вот жизнь человека Жизнь У меня есть много сфер в моей жизни В которых мне нужно преуспеть Мне нужно и здесь успеть И здесь успеть И здесь успеть и здесь успеть. Я вижу на протяжении многих лет, уже скоро 24 года, как я пастором, я вижу, что у людей часто возникает перекос. У машины сколько колес примерно? Четыре. Если одно колесо сдуется, что будет? Перекос. Перекос будет. И тогда ты и ты будешь отвратительно. Ну ладно, зато у меня три осталось. Я видел одну смешную картинку, где грузная женщина килограмм 150, ее муж на тракторе едет, и одно колесо у него сломалось. И она встала с краю трактора, отвесила, чтобы перевесила трактор, чтобы трактор мог ехать на трех колесах. И он действительно ехал на трех колесах. Одного колеса просто не было. Она вот так висела, килограмм 150, тетя такая, чтобы противовес был трактору. Многие люди так в жизни, у них одно колесо сдулось, и они пытаются противовес. А у других два колеса нету. И они боком ставят и пытаются, как на велосипеде, по жизни ехать. У меня все получится, у меня все хорошо. Друг! Надо все колеса, чтобы были надуты. Если в какой-то области жизни у тебя перекос, в каких, в какой-то сфере у тебя не будет гармоничная жизнь. И сегодня мое слово, два слова, гармоничная жизнь. Можно добавить христианина, верующего человека. Жизнь в гармонии с Богом. Как иметь жизнь в гармонии с Богом? Как вообще иметь гармоничную жизнь? Потому что многие вещи влияют на меня. одни молятся, 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 молятся и просто аж сияют, но денег нет. Встречали таких святых? Он блаженный, аллилуйя! И на всех смотришь, что ему кто-нибудь даст денег. Аллилуйя! Другой пашет, работает, крутится, все, деньги зарабатывает, но не молится. Приходит в церковь, Куда мне деньги кинуть, чтобы духовным стать? И здесь такой блаженный, аллилуйя! Перекосы стоят с другой стороны. Жизнь нужно развивать гармонично. Когда ребенок рождается, он классный, маленький, такой, ой, такой, ленечка, головин вот такая. Вы знаете, что у него больше голова, вот как все тело его. Но, знаете, он даже руками обхватит голову. Мне так нравится, когда детки маленькие, я с ними играюсь, когда я говорю, вот так сделай, вот так ручки, вот так. И он берет свою голову, обхватить не может. Потому что у ребенка, она по пропорции должна быть больше. Но по мере гармоничного, у него не так, что вот одна рука, у меня уже одна выросла, а вторая еще не доросла. Должно все равномерно расти, правда? И ноги, и руки соответственно расти, чтобы было гармоничное развитие жизни человека. Давайте начнем с того, что когда человек рождается, у него впечатление, что он в центре земного шара. И вы знаете, у многих это впечатление остается до конца. Вы встречали таких людей? У них все время какие-нибудь проблемы мирового масштаба. О, у меня вот это, у меня вот это, меня не понимают, меня не ценят, меня не любят, меня уволят, мне сказали то, мне сказали это, мне сказали то. Мне ничего не делают. Все кто-то должен что-то вокруг них крутиться. Они считают, что они центр, ну хотя бы солнечной системы, и весь мир крутится вокруг них, и все планеты должны гармоничнее. Если какая-то планета крутится, а не вокруг них, они говорят, в чем дело? Ты что, еще не понял? Я. Вот первая субстанция, я вот на доске нарисую, вот это, вот это первая субстанция, я. Вот это, вот это самый, такой серьезный квадрат, я. Моя личная жизнь, мое, я. Первые слова, мне, меня, мое. Не трогай мое. Чувство собственничества, эгоизм. Я в русском языке, это последняя буква алфавита, но она становится самая важная для нас. Мы идем сразу же в конец, решать не начало, а последняя буква алфавита. Для меня все. И кажется, что весь мир для ребенка крутится вокруг него. И по мере твоего взросления ты вдруг обнаруживаешь, что помимо тебя существует еще много людей. И с ними нужно делиться, их нужно любить, их нужно прощать, и мы про это будем говорить. Но потом ты влюбляешься, и вдруг появляется она. Или он. Но лучше не оно. Назовем супруг. Супруг, муж или жена, там в зависимости от вашего пола. Противоположный должен быть. Надо уточнять сейчас, что творится. Всегда надо уточнять, что семья это не он и он, и она она, а семья это он и она. А все остальное это извращение. Да! Потом появляются дети. Дети. О, дети. Я зачеркивается в этот момент. Я перестает существовать. Потом я. Появляется несколько новых я. Вот это ты. И ты пытаешься все ради этого, все сделать. Пытаешься в дом все нести, чтобы дома было все хорошо, тепло, одеты, почесаны, приглашены, чтобы жизнь, это моя жизнь, это я, позабочишься обо мне, никому я не нужен. И вот, и ты пытаешься все защитить, обустроить. Когда мы смотрим на других людей, тебе уже 28, да, а ты еще не замужем, и смотришь на всех своих подруг, у которых уже все устроилось, и ты смотришь, а хочется, чтобы у каждого человека было устройство, правда? В этой области нужно развиваться. Мне плевать, тебе не плевать. Тебе 25. Плевать уже не надо. Плевать надо было с 16 до 17. Теперь тебе нужно, смотри в оба! Не промахнись. И все сестры сказали, как-то тихо, аминь было. И все братья сказали, жизнь. Жизнь. Вот это я, вот это моя суб... Это вот то, что я. Говорят, субстанция, это субистанция. Вот это суб моей жизни. Это моя сущность. Это я. Я для семьи, для детей. Когда я умру, все мое достанется жене, детям, всем достанется, моим потомкам. Это из меня вышло, это плоть от плоти моей, кровь от крови. Это то, что... То, ради кого я живу. Но тут образуется сразу же некто. Большой творец, отец. Назовем Бог, да? О! И ты обнаруживаешь, что ты-то грешник. И тебе нужен Бог. Тебе нужен Бог. А эта сестра всегда амень говорит. Ты ближе подсела, я вообще такой вдохновленный теперь. В любой точке земного шара я слышу ее голос. Амень, амень. Два раза, не один, два. Двойной амень. Выстрел контрольный. Спасибо, сестра. Я слышу твой голос в любой точке земного шара. Вы знаете, и вот Бог появляется. И вдруг ты понимаешь, что ты, вот этот я, вот это я, ты не очень-то и хороший. И ты понимаешь, чтобы тебе я был нормальный, тебе нужен Он. Тебе нужно, чтобы твоя жизнь состоялась, тебе нужен Он. И тебе нужно с Ним строить отношения. И вдруг появляется вопрос, вот я и Бог. Многие люди пытаются сделать, да, Бог есть, но я Его не вижу, я тебя не вижу. Они закрываются от Бога и пытаются жить без Бога. Другие люди не признают Его. Третьи признают только из страха. Четвертые люди рисуют о Боге разные картины. Я бы хотел, чтобы мы представили, а кто Бог для нас? Кто для нас Бог? Здесь есть мальчик лет 12-13, есть какой-нибудь? 12-13 мальчик, есть хоть один? Мальчик есть? 14-15? 16? 17? Мальчик есть 17 лет? Хоть один мальчик, красивый, умный, 17 лет, руку поднимите. Неужели одного нету? Покажите мне, иди сюда, мальчик, кто-нибудь 16-17 лет, кто-нибудь, есть хоть один мальчик? Иди сюда. Бегом, бегом, сынок, беги сюда. Молодец. Тебе сколько лет? 21-21 назад. Вон тот мальчик, иди сюда. Ты уже мужик. Мальчик, беги сюда. Ты мужик идет. Все, вот он. Беги, беги, беги. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, сынок. Добились. На сцену залази. Сегодня ты прославишься. Вот он, твой час. Вот она минута, когда ты оказался. Перестань жевать, в церкви запрещено. Ты что? Где мама? Там. Ремня дай сыну, мама. В церкви с жвачкой. Это грех. Хорошо. Мне нужен мужчина. Мужчина лет 30, 30-33. Молодой, красивый, сильный мужчина, красавчик. Кто-нибудь есть красивый? Мужчина. Мужчина красивый. Максим, идем сюда. Ты голову вниз опустил, я понял, что ты понял, что это будешь ты. Окей. Мне нужен мужик лет 40. Это же я. Мне нужен мужик лет 40. Давай, Роман, ты будешь, да? И мне нужен какой-нибудь мужчина лет 70-60. Кого можно использовать? Пойдете, а? У меня уже 80. Тебе 80, тем более идем сюда. У тебя лицо доброе. Братья, отодвиньте вот это туда назад. Отношения с Богом. Сейчас я покажу вам очень ясную картину. Для многих, поднимайте сюда на сцену, выстраивайтесь по возрасту. Для многих, сейчас посмотрите сюда очень внимательно. Для многих отношения с Богом такие, на короткой руке. И они говорят, это все как Бог. Бог, ты мой братишка. Эй, братишка Иисус. Дай пять. Дай вот так. И вот так. И вот так. И вот так. Иисус, мой братишка. Аллилуйя. Мы с братишкой. Иисус, пошли со мною. Иисус, работай. Давай, исцеляй. Давай. Иисус, ну что ты там, что не веселишься? Улыбайся, Иисус, улыбайся. Иисус, ты молодец. Отношения с Богом, как с братишкой. Интересно. Другое? Другой момент. Отношения с Богом, как с дедушкой. Иди сюда, дедушка. Дедушка нас балует. Конхетки дай. С удовольствием люблю. Мне. А, как же. Отношения с Богом, как будто бы это личность, которая нас постоянно жалеет. Вы знаете, дедушка, вообще интересная роль дедушки. Я смотрю на моих друзей, которые становятся дедушками, и они любят баловать. И внуки приходят, и они любят дедушку. Дедушка. Вернее, не то, что дедушка есть, а то, что у дедушки есть. Дедуля, мне называют. Дедуля. То есть, они начинают любить не его, а у него. И они начинают там, дедушка, что-нибудь косненькое принять. О, чуть-чуть. Ой, дедушка, спасибо. У меня, ты меня любишь баловать. Аллилуйя. Аллилуйя. Что-то, а где остальное дедушка? В заначке. А, в заначке? Где заначке? От бабушки спрятал? О, вот это серьезно. Дедушка любит. Внучейка, дедушка. И многие к Богу относятся, как к дедушке. Дедушка хороший, у меня такой небесный, наш небесный дедушка. Аллилуйя. Давайте, он побалуй меня, дай мне шоколадку. И для них отношение, почему? Потому что отец, иди сюда, отец, сними ремень. чтобы штаны не спали, сынок. Давай, подержу, ты отвернись там. Отец, не позорься. Застегнул, нет? Что это? Ремень. А вот мне с ним нравится. Он не дает. А ты мне только ремень под нос показываешь. Под нос, покажи мне. Что, типа не греши, там все дела, да? Ай-яй-яй. И знаете, когда некоторые хотят из Бога сделать дедушку. Давай, ты вот там спрячься, а вот мне вот этот Бог нравится. Вот так. Господь такой хороший. Да ладно, дедушка все просит. Я погрешу чуть-чуть, потом приду, он мне денег даст. Что бы я ни делал, он мне все равно поможет, да? Это точно. Держи, деда. Все деньги отдал. Но там немножко оставил. Вставайся, да? Некоторые относятся к Богу, как к дяде. Чужой дяде, он конфет не даст. И ремня не даст. Он просто нейтральный. Ты пришел, посмотрел на дядю, дядя сказал, эй, ты что мальчик делаешь? Пальцем вот так. Да ладно, ладно тебе. И дядя, ну как бы, он наказывать не будет и забоится не будет. Он не придет вечером, сказку не расскажет и утром не будет будить. И такое ощущение, что ему плевать на меня. Плевай на меня. И отношение с дядей, он чужой, он не родной и не близкий. Встань обратно. Какое у тебя отношение с Богом? Вообще, вот перед вами три разных отношения. И каждый из вас по-разному строит отношение с Богом. Одни хотят, чтобы Бог был вечным дедушкой, другие вечным дядей, который не лезет никуда в твою жизнь. Он как бы в стороне и все нормально. Ты пришел, дядя, спасибо, дядя небесный. Третьи хотят, отец, ну там и ремень, там и еда, и каша. Дедушка конфетки дает, а этот кашу заставляет есть. Каша невкусная. Аминь? Аминь. Сестра, у тебя даже каша невкусная? А отец заставляет есть кашу, а я не хочу кашу. А он заставляет есть кашу. Братишка? Братишка ничего не заставляет. Его хорошо небесный братишку держать. Он с тобой за компанию всегда. И когда нужно, ты скажешь, просто отвали, братишка, не мешай, я устал. Какие отношения мы вырабатываем с Богом? Вот это очень важная часть нашей жизни. Спасибо, друзья. Похлопайте, мы не молодцы. Садитесь. Итак, Бог. Ты и Бог. Когда мы говорим о личной жизни, у нас здесь возникает огромным сегментом вопрос денег. Я нарисую доллары, чтобы было понятно, о чем идет речь. Откуда брать деньги? И у нас возникает мир. Давайте здесь напишу мир. Говоря о мире, вообще внешний мир. Там есть тьма и свет. И мы идем в мир, как царь Давид ходил в мир и добывал ресурсы. Помните, грабил, там зарабатывал. Мы идем в мир. Нам нужно идти в мир, чтобы заработать деньги. Мы идем туда, устраиваемся на работу, нанимаем, продаем, покупаем. Мы воюем с миром. Но проблема в том, что за миром стоит шайтан. Вот рога-то вот такое нарисую, вот такое чудо, вот такое злой дьявол. Он стоит за этим миром. И он командует этим миром. Мы же приходим туда, чтобы бороться, сражаться, зарабатывать и приобретать людей для Бога. Аминь. Аминь, драгоценные. И здесь у нас стоит церковь. Вот четыре субстанции, с которыми мы соприкасаемся. Теперь смотрите. Если ты не очень успешный в семье, с детьми, в личной жизни, не очень успешный, у тебя начинает постоянно быть провал в семейном отношениях. И у тебя постоянно трудности. Если ты не очень успешный в борьбе за финансы и не можешь сражаться с этим миром получать, тогда тебе трудности в семейной жизни. Если, например, ты не сильный в отношениях с Богом и твои отношения с Богом слабые, тогда Бог не защищает тебя и не благословляет. Тогда мир начинает давлеть дьявол через мир на тебя. И ты становишься мирским. Начинаешь слушать мирскую музыку, песни мирские включаешь, и тебя они начинают кормить, питать. Ты на опасном пути, если тебя мирская музыка кормит. Аминь. Вы что так тихо сказали? Это сестра Аминь, конечно, скажет, а остальные... Если тебя питает твою душу мирская музыка, все, ты на опасном пути. Но она хорошая. Да, да, да. Она мирская. Ладно, не музыка, песни. Скажем за песни. Если тебе нравятся там какие-нибудь странные группы, которые поют непонятно о чем, но такая мелодия хорошая. Но они же программируют сознание. Вопрос. Мы должны, общаясь с Богом, влиять на этот мир. Через общение с Богом. Окей. Церковь. Что такое церковь? Это место, куда мы приходим служить, отдавать кусочек своей жизни, отдавать кусочек себя, чтобы светить светом Божьим. Если мы общаемся с Богом, то у нас есть общение друг с другом. Апостол говорит. Кто, если общается с Богом, мы имеем общение друг с другом. Поэтому мы, зачем вы приходите в церковь? Для того, чтобы Бог сказал, а я там буду. Где? Где двое или трое собраны? Он сказал, ребята, я буду здесь, поэтому тебе нужно быть здесь. Я прихожу не для того, чтобы только песни попеть. Я прихожу, потому что здесь присутствие Божие. Он сказал, я себя сюда погружаю. А если Бог со мной не говорит, вопрос, тогда я как бездомный ребенок. А я не могу его слушать, а потому что ты не впитал его слова и не можешь воспринимать его язык. И здесь вопрос, а читаешь ли ты его слово? И вот эта вся система закручена. Мы идем в мир, чтобы добывать и изменять. Из мира мы людей приводим в Божий дом, чтобы они встретились с Богом. Вот они, четыре вот этих субстанции. Когда мы приходим в церковь, мы служим окружающим людям. и этому миру мы благословляем и изменяем этот мир. Мы идем в мир, чтобы зарабатывать и чтобы влиять на него. Вот эта вся картина жизни, карта жизни. В какой области ты слабый? Это риторический вопрос, на который нужно каждому ответить. Если я слабый в отношениях с Богом, а это самая главная стержень нашей жизни, тогда все остальное в жизни будет медленно рушиться. Если есть перекосы у людей, которые только деньги, деньги, мне нужно главное заработать, главное заработать, мне деньги. Сначала ты идешь работать в компанию, потом компания говорит, давай вот это, вот это, вот это, и постепенно тебя заставляют делать мирские вещи, а потом первый раз ты попробуешь вино, а потом первый раз ты в компании окажешься там, где блудники собрались в бане, а потом окажешься там, дальше, 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 а потом ты замечешь, что у тебя нет отношений с Богом, И в церковь идти не хочется. Почему у человека вдруг хотелка приходить в церковь, кончается? А потому что у него закончились отношения с Богом, их просто нет. Теперь у него нет жажды. Аминь? Вопрос, где мы сильны, где слабы. Нам нужно развивать отношения с Богом. Нам нужно строить церковь, нам нужно идти в этот мир добывать и спасать их. Нам нужно устроить дом, дом построить, обустроить занавески, чтобы висели и одежда была. Но это не самое главное, это как бы причина. Но если этого нету, то это причина всех проблем. И многие люди бросаются и начинают делать дома все устройства, занавески, и эта мебель мне нужна. И потом забывают, что они вообще на этой планете с Богом должны общаться. И постепенно, когда они забыли про Бога, про отношения с Богом, тогда все, вся картина жизни рушится. Гармоничное развитие. У машины есть четыре колеса. Если одно колесо сдуется, это повлечет последствия на все, на все движение. И ты начнешь ехать, как это называется, на спущенном колесе, на бодах или как это называется? На диске. Ты будешь ехать, но ты будешь замечать, как остальные. И будут приезжать и говорить, а ты говоришь, езжайте, я сам знаю. Для этого в каждой машине есть запаска. Если в какой-то области ты слаб, нужно ту область развивать. И приходить и говорить, Господь, я не хочу отказаться от этого, от этого, от этого, чтобы было это. Я не хочу отказаться от всего, чтобы только здесь. Многие люди делают перекосы, говорят, только церковь, только церковь, только церковь. Они начинают верить в пастора, вместо того, чтобы верить в Бога. Происходит замена, и это грех. Верить нужно в Бога. Я знаю, есть великий пастор за границей, который все знает. Брехня. Он просто делает вид, что он все знает. Я хочу преуспеть. Конечно же, отношения с Богом центральные. Давид был силен в отношениях с Богом. Он был потрясающим, потрясающим поклонником Божьим. Он общался с Богом, он был близок к Богу. Он воевал с этим миром. Он побеждал, неплохо зарабатывал. Он построил храм. Собрал деньги, по крайней мере, для храма. Скиния Давидовым так же называют. Но знаете, в чем он был слаб? В семье. У нее была слабость в семье. Он не получил отцовской любви в детстве и не дал ее детям. И он был для них дядей. Его семья разрушилась. Дети поубивали друг друга. И катастрофа. Возьмите любого человека через эту призму, проведите. Каждый из вас сейчас видит, в какой области у вас есть слабость. В той области нужно сделать ремонт своей жизни. Аминь, драгоценные. Меня спрашивают, а зачем вы десятины носите в церковь? Очень просто объясню. Потому что у нас есть отношение с Богом. Если носить просто десятины сюда, это нужно быть лохом. Представь, в десятую часть отстегиваешь, отдаешь в церковь. С какого перепугу? Но если у тебя есть отношение с Богом, отношение с Богом выражается твоей десятиною. И ты передаешь сюда. Почему? Это место обитания Бога. Это место храма Божий. И я хочу, чтобы Бог был почтен и прославлен. И десятина это как акт поклонения. Мы приносим свои десятины. Мы приносим свою хвалу, молитвы. Мы приносим посты. Ради Него мы хотим с Ним отношения строить. Большие и сильные. Вау. Я хочу быть гармоничной личностью. Я не хочу, чтобы вся жизнь пошла кувырком. Все области жизни нам нужно развивать. Как Бог будет влиять на этот мир? Через меня. Как Бог в церкви? Через меня. Бог подает сигнал через меня. Когда пасторы говорят, Максим, как это у тебя все получается? Церковь, телеканалы и все остальное. Я говорю, проблема не во мне. Это не я дирижер здесь все дирижирую. Это уже все само работает. Потому что Бог благословляет нас. Мы открываем через церковь и телеканалы, и все. И влияем на этот мир. Вот картина. Бог посылает импульс к нам. Мы вдохновлены и влияем на этот мир, чтобы люди пришли к Богу и попали в церковь. Аминь, драгоценные. Почему вы носите десятину и еще радуетесь? Мир удивляет, что мы идем десятину и несем. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Потому что мы видим, что это не конечная точка, куда мы принесли. А это начальная точка отчета. Мы пришли, мы сюда сдали, потому что мы знаем, что это воля Божия. Потому что Бог нас подтолкнул. Мы знаем, что мы прославим Бога. Бог повлияет на мир. Люди придут сюда. Мы знаем, что это все закрутит движение. Мое приношение закрутит все движение. И я приношу Господу мои десятины, чтобы движение в Царстве Божьем было. Что такое экономический кризис? Недавно мы все пережили. Знаете, что? Объясняю просто. Деньги перестали течь. Как деньги перестали течь, образовалась тромб. Знаете, когда вот отрывается что-то там и идет к сердцу. Перекрывает тромб. И все. Умирает человек. Перестает движение. Хотите, чтобы остановилось движение в духовном мире? Просто перестаньте приносить десятину. Просто. Перестаньте молиться. Просто перестаньте молиться. Перестаньте любить людей, любить ближних. И тогда образуется тромб. Что-то останавливает, и все, тромб пошел. Отношение с Богом, отношение в церкви. Я не люблю церковь. Серьезно? У тебя тромб пошел. Скоро конец. Мне многие люди звонят и говорят, Максим, пастор, мы из Украины, хотим десятину прислать. Алло, Максим, мы из России, мы хотим прислать десятину. Потому что мы видим, что вы устраиваете движение Царства Божьего. Течение. Потому что вы не берете. И я вам перед Богом говорю, мне ваши десятины не нужны. Сергей Борисович управляет финансами. Я не знаю, сколько жертвует. Максим, ты не видел, сколько жертвует? Я не знаю, не хочу знать, кто сколько жертвует. Потому что ты не мне даешь, а ты даешь ему. Пусть он записывает, кто сколько пожертвовал. Потому что он благословит тебя. Я не хочу фильтровать людей, на которые дают много или мало. Я хочу смотреть на людей, как на братьев и сестер. Потому что отношения в церкви, в Доме Божьем все равные. Я с уважением отношусь к каждому человеку. Но Иисус смотрел, кто сколько пожертвовал. Он наблюдал, сколько. Помните, стоял перед храмом, перед жертвенником. И один принес много, много, но и маленькая часть его доходов. Другая принесла все, что у нее было. Он сказал, ага, я вижу ее. Бог видит каждую вашу жертву. И является ли жертва жертвой? Для многих это всего лишь подачка. Вы ничем когда-нибудь давали? Ты даже не заметил, что у тебя что-то изменилось. Многие к Богу так приходят. Да, Господь, конечно, нет проблем. Сколько тебе надо? Бог хочет, чтобы когда мы приходили к Нему Своими приношениями, чтобы это был акт поклонения. Не просто подачка нищему. На тебе, Господь. На тебе, Боже, чтобы мне не гоже. А акт поклонения. Сегодня мы будем совершать это действие. Я верю, что все вы вместе со мной в одном сердце понимаете, что это вы не мне даете, мне не нужны ваши деньги. Вы даете это Господу, чтобы Царство Божие продвигалось, распространялось. Чтобы укоренялось. Максим, а как же ты, твои финансы? Драгоценные мои финансы. Все нормально. У меня пчелки. Я еще докупил много пчел. И теперь я... У меня 110 семей. Пасека. Молитесь, чтобы урожай был. Но, говоря про это, я хочу, чтобы у каждого из вас была способность добывать в этом мире, быть в церкви не просто захожанин, а частью церкви, в Богом, чтобы он не дядей был или не дедушка, который вас вечно балует, а чтобы он стал вашим отцом, который говорит, кормит и лупанет, если надо. Бог не дядь, дедушка, который... Я тебя балую. Бог! Это отец, который и лупанет, и накажет, и пожалеет, и пенделя даст. Все он сделает. Аминь, драгоценные. Не нужно превращать Бога в дедушку. Бог не дедушка. И все сказали на это... Аминь. И, конечно же, в церкви мы все соединены вместе. Давайте возьмем свои десятины и приношения. Я прошу, жертвенники, сюда принесите. Возьмем свои десятины и приношения. Перед лицом Господним. Каждый человек, возьмите свои приношения и десятины. Мы будем воздавать славу Господу. Будем восхвалять Его. Музыканты могут подняться. Господь, благодарим Тебя. Скажи, Господь, благодарю Тебя. За то, что Ты со мною. Ты вразумляешь меня. Ты открываешь окна небесные. Ты запрещаешь пожирающему. Я прославляю Твое имя. Величаю Тебя. Поклоняюсь Тебе. Своими десятины и приношениями. Тебе честь, слава и благодарение. Аминь. Недавно пришла одна женщина. Простая. И она говорит, что... Я принесла десятину. И там огромная десятина. И она говорит, знаете, у меня перед Господом просьба есть за моего ребенка. За спасение. И вы знаете, когда люди приносят жертву, я знаю, что Бог что-то начинает делать. Аминь. Ожидай свое чудо. Ребенок, здоровье, отношения, финансы личные, устройства в семье, за детей. Принося десятину, скажи, Господь, я посвящаю тебе, я ожидаю чудо. Аминь, драгоценные. Робо очень замечательно. Потому что это, действительно, есть Бог. Сын живого Бога. Мы на его упываем. Всегда мы верим уповать, потому что без него нам без земли. Когда мы больше муримся, читаем, провозначаем. Когда мы духовно живем. Мы изменяемся. Изменяется жизнь. И спасение приходит всех народу. Все, знаете, все мы муримся. За Израиль, за Казахстан, за все народы. За всех детей. Чтобы получить спасение. Чтобы все шли к Богу, к Иисусу Христу. Прозвращали Его имя. Чтобы верили и управляли только на Бога. А мы верим и управляем. Всегда. И в случае, Господь так. Спаситель. Именем Его Господь. Мы всегда провозначаем. Мы всегда получаем исцеление, освобождение, прощение. Вы изменяете земля. Изменяете на воду. Идут спасение. Во имя Иисуса. Иисус действительно все гребет. Мы хотим быть сильным. Мы готовим путь для Иисуса. Всегда. И будем стараться. И жить на последнем. Благодарить. Молить Его, благословляйте. И спасение. Чтобы наши дети тоже шли к спасению. Все народы. Все люди, живущие на этой земле. Поэтому есть Бог в нас. Он только спасит. Один Иисус Господь. Наши. Поглавный. Он есть наш. Аминь. Аллилуйя. Из этой проповеди я получил много интересного. Потому что, ну, в первую очередь, я очень внимательно слушал. И вникал. Записывал. И для меня было много откровений о том, что Бог, Он самосуществующий. О том, что Он не нуждается ни в каких поддержках. И для нас это, в первую очередь, я думаю, что это огромнейшее благословение. Потому что Бог, Он никогда не устанет. Это мы можем уставать. Мы можем делать какие-то непонятные вещи. Но Бог, Он самосуществующий. Самообновляющийся. И все через Него и все от Него. И из этой проповеди я очень четко понял это. И для меня это было огромным благословением и откровением. И еще я для себя взял, что Слово Божие, оно работает только в том случае, если ты действительно в Него углубляешься и наполняешься им. А если ты используешь это просто как текст, то это не будет работать в твоей жизни. Партнерство Бога и человека помогает сегодня менять реальность многих людей. Партнерство – это огромнейшая сила. В партнерстве есть что-то невероятное. Муж и жена – они партнеры. Партнеры в явлении славы Божьей. Вместе муж и жена могут сделать много великого, если они будут поддерживать друг друга. Благословенная жена, благословенный муж, благословенные дети. Партнерство имеет невероятную силу. Бог Отец послал Сына Своего на эту землю, как партнера, который пришел и искупил нас от всякого греха, от проклятия. Партнерство – это невероятная сила. В партнерстве мы можем достичь великих вещей. Телеканал СНЛ нуждается в партнерстве. Почему? Во-первых, мы являемся первым христианским телеканалом, и у нас нет западных хозяев или западных спонсоров. Мы являемся нашими, бывшими советско-союзными людьми. Во-вторых, многие люди ждут, что кто-то из Запада будет помогать. Но почему мы не должны помочь самим себе? Ведь это наша земля, ведь это наша родина, ведь это наша территория, ведь Бог нас поселил вместе, дал нам общий язык, дал нам общее видение. И почему бы нам не позаботиться о своей земле? В-третьих, партнерство – это зрелость. Когда мои дети были маленькие, я о них заботился, моя жена о них заботилась, мы их взращивали, но когда они выросли, они стали нашими партнерами. Сегодня они участвуют в моей жизни, сегодня они поддерживают, я ожидаю от них партнерства. Драгоценный телеканал СНЛ проповедует уже много лет. И вы знаете, за эти 10 лет, которые мы вещаемся, а мы первый христианский канал на русском и украинском языке, мы ожидаем от наших зрителей участия. Конечно же, мы понимаем, что вы потребляете помазание, слово, проповеди, и мы делаем все, чтобы ваша жизнь менялась. Но знаете, пришло время, чтобы вам повернуться и сказать, я хочу поддержать то, откуда я питаюсь духовно. Телеканал СНЛ – это духовная пища на каждый день. Я прошу вас, пожалуйста, поддержите нашу работу. Примите активное участие в созидании телеканала СНЛ. Вместе мы можем очень многое сделать, вместе мы можем принести изменения на эту землю. Вместе мы можем проповедовать Евангелие тем людям, которые еще не знают. Если вы утвердились, если вы уже во Христе, если вы укрепились, если вы зрелый человек, давайте вместе делать что-то великое. Я благодарю вас за ваше участие. Я хочу сказать спасибо тем, которые уже поддерживают христианское телевидение. Давайте вместе изменим этот мир. Давайте проповедовать Евангелие Иисуса Христа до краев земли. И нам не будет никакого ограничения. И мы с собой на небеса заберем миллионы людей. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за ваше решение и желание поддерживать христианский телеканал СНЛ. Вместе мы сила. И от себя лично я хочу сказать спасибо всем моим друзьям и партнерам. Спасибо за ваше доверие. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Я сделаю все, чтобы Евангелие проповедовалось для наших людей на русском и украинском языках. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.